Урок номер 2. Фатальные ошибки бизнесменов и живая история успеха наших клиентов. Здравствуйте, дорогой друг! Это второй урок успешного построения партнерского и сетевого бизнеса. Сегодня мы узнаем о фатальных ошибках большинства бизнесменов, пытающихся преуспеть в партнерском и сетевом маркетинге. Давайте пошагово рассмотрим, почему 95% людей терпят поражение в сетевом и партнерском бизнесе. Мы решили выделить три основные ошибки, которые приводят к краху планы многих лидеров. Первая ошибка – отсутствие системы в бизнесе. Мало кто использует комплекс на систему. В основном люди получают ссылку от компаний или маркетинговые материалы и пытаются привлечь партнеров. Но даже если у них это выходит, их люди не могут повторить успех спонсора, и далее первой линии сеть не расширяется. Другими словами, партнер научился некоторым действиям, но не настроил пошаговую систему, чтобы его люди умели профессионально продвигать бизнес. После этого его партнеры рассказывают 10-20 людям о проекте или продукте, и в большинстве случаев никто к нему не подключается. Это вводит человека в сомнения, и на этом, как правило, ведение бизнеса новичком заканчивается. Нужна четкая пошаговая система обучения и пошаговая система действий. Люди ошибаются, система работает. Вторая ошибка – однобокость ведения бизнеса. В основном лидеры продвигают бизнес или в интернете, или вне его. Очень важно делать продвижение гармонично и в двух направлениях, и обучать этому всю команду. Тогда те миллионы людей, которые хотят построить бизнес через интернет, будут присоединяться к вам. Но и те, кто привык работать вне интернета, также будут вместе с вами. Успех возможен благодаря балансу. Другими словами, 50% продвижения бизнеса в интернет и 50% вне его. Третья ошибка – расфокусировка. Сегодня мы часто можем видеть, как лидеры пытаются одновременно строить бизнес сразу в двух, трех и более компаниях. Как правило, это приводит к потере доверия со стороны их команды. Репутацию, наработанную годами, можно очень быстро потерять за считанные дни. А восстанавливать ее придется достаточно долго. Как быть в ситуации, если уже есть существующая команда, но понравился еще один проект? Мы рекомендуем довести один бизнес до автоматизации. Это значит, что ваш бизнес должен расширяться без вашего участия на 20-100% ежемесячно. Другими словами, вы выстроили такую систему и обучили команду так, что теперь имеете возможность смело формировать новую команду в новом проекте. Но важно понять следующее. Не стоит перетягивать успешную команду в новый проект, иначе толку не будет ни в одном бизнесе. Давайте на примере одного из наших клиентов рассмотрим, как развивается бизнес, если не наступать на грабли 95% предпринимателей. Продукт компании физический. Есть возможность строить сеть, как в интернете, так и вне его. Стоимость входа от 200 до 750 долларов со старта. Сперва наши клиенты наладили систему в своем бизнесе, чтобы каждый партнер мог получить все самые лучшие инструменты и обучиться благодаря им развивать сеть. Они работали как в интернете, так и вне его, сфокусировав внимание только на одном проекте. За 6 месяцев структура насчитывала более 6700 оплаченных партнера в их основном бизнесе. Их команду признали самой быстро растущей по всему миру в данной сфере. Их бизнес развивался более чем в 30 странах и сотнях городов по всему земному шару. Каждый партнер получал от них систему, оформленную под их фирменный стиль и бренд, в которой им выдавались. Собственная страница с их контактными данными. Бэк-офис, где они могли бесплатно пройти обучение от людей, уже достигших успеха, и повторить их достижения. Готовую систему регистрации в компании под пригласившего спонсора. Инструкцию по тому, как быстро начать использование системы. Таким образом, люди со всего мира видели их успех и подключались к ним, так как их система выдавалась каждому партнеру абсолютно бесплатно. Благодарим за уделенное время. Завтра вы получите следующий урок, в котором узнаете о том, что такое дупликация, и как создать структуру из более чем 10 тысяч партнеров уже в первый год.